Доброе утро, уважаемые радиослушатели, в эфире Формула права, с вами я, Анастасия Ибрайчева. И сразу скажу тему, которую мы сегодня обсуждаем, покупка строящегося жилья. Наверное, может быть, это не столько бизнес-тема, но касается многих, по крайней мере, тех, кто действительно задумывался над тем, чтобы приобрести жилье уже не готовое, со свидетельством о регистрации права собственности, и не на вторичном рынке, а, в общем, речь идет, конечно, о первичном рынке, и речь идет о тех объектах, которые на момент заключения вами сделок, а, как правило, еще и оплаты всех или части, как минимум, если рассрочка денежных средств, они еще не готовы. Иногда не существует даже фундамента, и нельзя будет посмотреть, что где и как. Вот какие сложности нас ждут с точки зрения закона при покупке строящегося жилья, на что нужно обратить внимание, как это должно происходить, и как это иногда происходит, хотя и не соответствует закону. Об этом мы сегодня говорим в нашем прямом эфире. У меня в гостях Алексей Козлов, руководитель сектора судебной защиты, партнер юридического бюро «Реалекс». Алексей, доброе утро. Доброе утро. Итак, покупка строящегося жилья. Ну вот, Алексей, я, когда готовилась к программе, сразу разбила, в принципе, вот этот вопрос на четыре, скажем так, группы. Первая группа — это многоквартирные дома, то есть когда люди приобретают квартиры на стадии строительства. Вторая группа — это апартаменты. Не могу их не выделить отдельно, потому что все понимают, что, как правило, они приобретаются для жилых целей, но не являются при этом жилым помещением с точки зрения закона. А третья группа — это загородные дома, но именно уже как дома. И четвертую я все-таки выделила немножко отдельно, потому что там масса спорных вопросов. Это то, что мы называем таунхаусами. Вообще это жилой блок в блокированном жилом доме, немножко по-разному могут звучать названия, но тем не менее, когда у нас есть один дом, и есть в этом доме, а дальше что? Четыре блока, десять блоков, не больше десяти, да, но что это? Блоки, квартиры, как это называть и какой закон к этому применять? Вот мы сейчас обсуждаем этот вопрос, и, собственно, кстати, нашим слушателям телефон скажу 651099,6, код Москвы 495, это можно позвонить нам в прямой эфир, или можно также написать на сайт finam.fm, на страничку программы «Формула права», если есть какой-то вопрос, рассказ, мнение в отношении того, о чем мы сегодня говорим, покупка строящегося жилья. А к вам у меня такой вопрос, Алексей. Ну, давайте вот самый первый, наверное, это то, что у нас многоквартирные дома, приобретение квартир. Вот как это должно происходить? Ну, самым правильным, в данном случае, самой основной легальной схемой привлечения денежных средств граждан именно в строительство многоквартирных домов является заключение договора участия в долевом строительстве в соответствии с федеральным законом номер 214 ФЗ, который наиболее полно гарантирует и защищает интересы именно граждан. А вот, Алексей, сразу перебью, потому что мне очень хочется нашим слушателям рассказать, а почему и чем именно он более полно, как вы сейчас сказали, защищает интересы? То есть в чем идет у нас отличие, и почему человеку и нужно ли вообще следить за тем, чтобы, приобретая квартиру, застройщик предлагал ему заключить договор именно по 214 ФЗ? Здесь очень много положений, которые урегулированы законом. Но прежде всего надо начать с того, что касаемо добросовестности застройщикам, потому что нужно понимать, чтобы строить многоквартирный дом, застройщик должен располагать не только денежными средствами, не только стабильностью, то есть стабильно стоять на ногах в обороте, но прежде всего для того, чтобы построить дом, нужна земля. Также нужен проект строительства. Подождите, давайте с земли начнем. Вот пришел человек, он увидел рекламу. Кстати, нашим слушателям хочу напомнить, что к рекламе тоже у нас есть определенные требования к рекламе именно строящегося жилья, и в том числе обязательно в рекламе должна быть ссылка, где можно посмотреть и ознакомиться с проектной декларацией. Соответственно, если вы увидели или услышали какую-то рекламу, которая чем-то вас заинтересовала, тот объект, который рекламируется, вы можете первым делом, не выходя из дома или со своего рабочего места, посмотреть, как правило, в интернет, она выложена на сайт компании застройщик, та самая проектная декларация. Второе, вот вы сейчас, Алексей, сказали по поводу земли. То есть правильно ли я вас понимаю и интерпретирую уже для наших слушателей, что если человек уже приезжает к застройщику и начинает предметно интересоваться объектом, который тот, соответственно, предлагает к продаже, нужно в первую очередь даже не декларацию, которую, возможно, мы посмотрели уже в интернете, а спросить права на землю, документы какие-то. Безусловно, и прежде всего, что закрепляет закон, это то, что возможность привлекать денежные средства по договорам участия в строительстве на квартирах ДОГМО, застройщики имеют право только при наличии оформленных прав на земельные участки, это может быть как право собственности, так и договор аренды земельного участка. Также необходимо, чтобы была уже опубликована застройщиком проектная эта самая декларация и обязательным условием должно быть полученное разрешение на строительство многоквартирного дома. Вот первые предпосылки, которые должны быть у застройщика, который планирует привлекать денежные средства граждан для строительства многоквартирного дома. Итак, подождите, я прям сразу делаю такой небольшой промежуточный вывод, резюме, не знаю, как сказать. Первое, смотрим проектную декларацию, второе, спрашиваем права на землю. Права на землю, как минимум, это будет, например, копия свидетельства о регистрации права, если у нас речь идет о собственности, но в любом случае это может быть все что угодно, хоть выписка из ЕГРП, в котором будет указано обременение, допустим, договором аренды. Я перебью вас, скажу сразу, что в проектной декларации все должно быть зафиксировано. Если там неправильно зафиксировано, может быть, лучше посмотреть документы? Лучше, конечно, всегда смотреть сами документы, пока не убедишься, потому что действительно могут быть и опечатки, и неправильно донесена информация. Но в любом случае, чтобы сбежать, смотрим документы и спрашиваем сразу разрешение на строительство. Конечно. Вот при совокупности этих трех моментов, соответственно, мы можем уже, ну я не говорю сейчас о том, какую квартиру выбирать, это уже каждый сам для себя решает, мы рассматриваем только юридическую сторону этого вопроса, но уже можно приступать к тому, что предлагает застройщик, какой именно договор он предлагает заключить. Как он называется, Алексей? Договор он называется «Договор участия в долевом строительстве на квартирного дома». Так, и на что там обратить внимание? Ну, самое главное, что предусматривает федеральный закон, регламентирующий данные отношения и по заключению этого договора, это то, что данный договор регистрируется в Управлении Федеральной службы государственной регистрации кадастры и картографии, подлежит обязательной регистрации. И закон регламентирует четко существенные условия, которые должны быть содержаться в договоре, без которых он не будет считаться заключенным, равно как он не будет считаться заключенным, если он не пройдет обязательную государственную регистрацию. Существенными условиями, которые должны быть в данном договоре, это, во-первых, в данном договоре должен определён четко предмет, подлежащий передаче участнику долевого строительства. То есть четко описана квартира. Понятно, что на стадии еще, когда дома нет и строительство только начинается. Описание квартиры происходит по документам, по проектным документам. Как правило, к договору прилагается план размещения данной квартиры на этаже. Описание приблизительной, примерной площади её по проекту. Ну и, соответственно, может быть присвоен номер, ну и строительный адрес объекта указывается. Нет, ну это понятно. Это вот такая вещь, которую человек сам, естественно, следит, потому что по-хорошему не нужно обладать специальным, наверное, юридическим знанием, чтобы понять, что если ты заключаешь договор на квартиру, даже если её ещё не существует, а дома только строительный адрес есть, но, тем не менее, она должна быть описана. Какой этаж, какая примерная проектная площадь, строительный адрес, там тот же план. Это понятно. На что ещё обратить внимание? Вторым существенным условием договора участия в долевом строительстве является условие о сроке передачи застройщикам объекта долевого строительства. То есть не сроки ввода объекта в эксплуатацию, а именно срок, когда застройщик обязан передать квартиру. Не когда он должен построить, а когда он должен уже передать по акту приёма и передачи квартиру, передать ключи и все иные документы, относящиеся к квартире, чтобы потом приобретатель мог зарегистрировать своё право собственности. Это второе условие. И третье условие, конечно, существенное условие такого договора, является цена договора, сроки и порядок её уплаты. Причём можно сразу сказать, что цена, как правило, может быть изменена после заключения договора, но только в случаях, если это предусматривает условие договора. Если в договоре нет условия о возможности впоследствии застройщикам изменить цену объекта, то, собственно говоря, больше, как она определена изначально, больше застройщик не вправе требовать, не в случае увеличения площади квартиры по факту строительства, не в иных случаях. Но обычно прописывается, что после обмера БТИ уже, да, и установления фактической площади уже к тому моменту построенного объекта, после этого может некий перерасчёт произойти цены, исходя из чего-то. И это тоже должно быть закреплено, исходя из чего, каким образом. То есть не просто мы можем пересчитать, а что именно там. Исходя из стоимости квадратного метра. Да, допустим, исходя из стоимости квадратного метра, в каких ситуациях и что происходит. Я, кстати, хотела нашим слушателям сказать, что тот факт, что этот договор о долевом участии в строительстве подлежит государственной регистрации, исключает фактически возможность двойной продажи квартиры. Для чего одной из причин, для чего действительно правильно, не только с точки зрения закона, а в принципе исключается именно по 214 ФЗ, потому что всем известны факты, когда очень часто, даже не столько застройщики, сколько обычно застройщики передают права своим, ну, другим компаниям неким, и те уже в свою очередь производят продажи квартир, не являясь формально застройщиками. Это может быть уступка права, требования и так далее. Мы поговорим, я думаю, об этом. Но, тем не менее, вот в этих ситуациях, когда мы говорим о 214 ФЗ, невозможно, потому что просто банальная регистрационная палата не зарегистрирует договор, если такой же уже на эту квартиру есть. Мы выслушаем новости, две минуты, вернёмся в прямой эфир. Итак, мы в прямом эфире продолжаем обсуждать тему покупка строящегося жилья. Напомню, телефон студии 6510-99,6, код Москвы 495, и также можно писать на сайт finam.fm, на страничку программы «Формулы права», если у вас есть какие-то вопросы, комментарии, мнения относительно тему, которую мы обсуждаем сегодня. У меня в гостях Алексей Козлов, руководитель сектора судебной защиты, партнёр юридического бюро «Реалекс». Итак, Алексей, вот мы обсуждали, в принципе, всю первую часть программы, мы говорили о 214 МФЗ. В принципе, есть ещё, мне кажется, одно обстоятельство, которое нужно донести до наших слушателей, потому что как раз до перерыва на новости мы обсуждали, что обязательно государственная регистрация должна быть у этого договора, и это защищает тех людей, которые приобретают по этому договору, и, соответственно, в рамках этого закона квартиры в многоквартирных домах защищают до двойных продаж того же самого объекта недвижимости. И здесь, мне кажется, нашим слушателям нужно ещё одну рекомендацию дать относительно того, что до государственной регистрации значительной оплаты, я понимаю, что бывают какие-то забронирования по отдельным параллельным договорам, какие-то денежные средства, но фактически оплата за приобретаемое в будущем построенное жильё не может производиться до момента государственной регистрации, потому что если государственная регистрация, это не по закону, это в качестве рекомендации, потому что если государственная регистрация по тем или иным причинам не будет произведена, мы считаем договор вообще незаключённым, его как бы не существует, и на основании чего вы платите денежные средства, нам, в общем, как бы юридически становится непонятно. Очевидно, что эти денежные средства можно потом будет взыскать судебным параллельным, сколько мы судиться будем. То есть вот для того, чтобы вообще даже эту тему не развивать, и людям в эти ситуации не попадать, мы говорим о том, что договор заключённый только с момента государственной регистрации, и только после этого момента можно, соответственно, производить уже оплату за приобретаемое жильё. А у меня вопрос вот следующий к вам, Алексей. Ваше мнение мне очень интересно услышать, потому что мы говорим сейчас о 214 ФЗ, а он распространяется у нас на многоквартирные дома. Кроме многоквартирных домов существует такое понятие, пока не юридическое, но все знают, о чём я буду говорить, я уже называла таунхаусы. Вот что такое таунхаус? Это многоквартирный дом или не многоквартирный дом? С моей точки зрения, это всё-таки можно распространить действие закона 214 ФЗ, в том числе и на таунхаус, поскольку многоквартирный дом – это дом, предназначенный для проживания более чем одной семьи. И неважно, они разделены на блоки, по сути дела это представляет собой единый объект, в рамках которого есть те же самые квартиры. Просто вопрос в размерах квартир и в количестве квартир. Но, тем не менее, с моей точки зрения, конечно, таунхаус я бы распространил бы. Но вот мы прекрасно знаем, что в отношении таунхаусов я ещё ни разу не слышала, я не говорю о том, что я знаю всё, но я ни разу в жизни не слышала о том, чтобы 214 ФЗ применялся при продаже таунхаусов. Сталкивались с этим или нет? Я ещё тоже не сталкивался. Я даже не знаю, зарегистрируйте Олег Палако. Я, честно, в практике не встречал ещё, но я говорю вот свою точку зрения. И в данном случае, возможно, это связано с тем, что строительство таунхаусов у нас только вот относительно небольшой срок происходит. И мы, скажем так, это происходит в области. У нас область ещё до сих пор, несмотря на то, что федеральный закон 214 ФЗ действует у нас с 2005 года, у нас и сейчас до сих пор в области не столь много работает именно по этому договору и привлекаются средства граждан по этим, по легальной схеме. Практикуют все возможные иные схемы с предварительными договорами. До сих пор есть совсем недобросовестные застройщики, которые привлекают по неким вексельным схемам и так далее. Может быть, это с этим связано. Мы поговорим обязательно и про вексельные схемы, про предварительные договоры. Но, смотрите, вот почему я спросила не просто так про таунхаусы. Дело в том, что у нас огромная часть присоединена к Москве и стала территорией Москвы, новой так называемой Москвы. И на этой части тоже большое количество расположено того, что раньше мы называли объектами, может быть, индивидуального жилищного строительства. Это и дома частные, это и те же самые таунхаусы, и в любом случае дома, которые поделены на две семьи, их называют дуплексами, квадрохаусами, как угодно, кто на во что гораст. Но сам факт, то есть дома, которые рассчитаны на несколько семей. Я в свое время перерыла массу законодательства, в том числе градостроительный кодекс и всяких положений. И только в нескольких, причем не кодексах, а именно уже каких-то подзаконных актах, я обнаружила вот это понятие жилого блокированного дома с количеством секций не более десяти, кстати, как вариант. Потому что больше десяти, ну там даже разрешение, скорее всего, не получат на строительство. Но при этом совершенно непонятно, каким образом регулируется. С одной стороны, мы можем говорить, что это моя часть, моя крыша, мой подвал, если он есть, или мой фундамент. Просто у меня есть общая стена с одним, с двумя, или с какими-то соседями. А с другой стороны, можно говорить, что у нас есть общая наружная стена, общий фундамент, общая крыша. Это уже признаки многоквартирного такого дома. А у нас внутри только уже сами помещения нам принадлежат. Вот в данной ситуации я для наших слушателей хотела сказать, что действительно этот вопрос не урегулирован, при том, что сейчас часть из этого такого рода жилья попала уже под московские, в частности, требования, в том числе с регистрацией перепланировок, реконструкции и так далее. Все, что касается вот этих моментов. И тоже неизвестно, каким образом, я пока не смогла для себя даже этого понять, каким образом будет трактоваться. То ли как индивидуальное жилищное строительство, в конце концов, станут у нас таунхаусы, либо это будет все-таки многоквартирный дом. Вот, Алексей, мы пришли к тому, как-то перетекли немножко с 214 ФЗ на те же самые таунхаусы, индивидуальные частные дома, то есть коттеджи, например. Как там производится приобретение, как правило? И на что обратить внимание? И где, какое мошенничество? Может быть, вы сталкивались по своим делам, которые были производства? Если речь идет о строительстве индивидуальных жилищных домов, то, как правило, застройщик должен обладать правом собственности на земельный участок. И если вы хотите построить, приобретите земельный участок и стройте для себя фактически здесь. Либо же получается, что есть ряд, под Москвой распространенных коттеджных поселок, в которых прежде всего вам предлагают приобрести землю, а также с подрядом заключить договор подряд, либо без подряда, где вы вправе сами нанять подрядную организацию, построить тот дом, который вы хотите. Такой вариант прекрасен и замечательен, потому что не нужно застройщику получать разрешение на строительство. По-хорошему уже сам пойдет человек и будет мучиться с документами. Одно дело, если у нас речь идет о сельхозземлях, и пока еще существует возможность подекларации в упрощенном порядке, подачной амнистии, зарегистрировать то, что потом будет построено. А другой момент, когда это другого рода земли, или, например, те же самые земли Новой Москвы, которые уже все земли поселения, естественно, стали, потому что они вошли в черту города. И, собственно говоря, там уже так нельзя сделать. В любом случае, по закону нужно получать сначала разрешение на строительство, делать проект и так далее. Не совсем так. А как? Поясню, что да, нужно получать разрешение на строительство, но требования, какие документы должны быть предоставлены для получения разрешения на строительство, в данном случае ограниченный список. Вот, то есть, если речь идет о строительстве индивидуального жилого дома, да, не больше трех этажей, то здесь упрощенный порядок. Вам не нужно даже, как таковой, утверждать проект, да, проходить государственную экспертизу этого проекта. Достаточно получить городостроительный план земельного участка, достаточно... Который полгода получается. Да, достаточно, но тем не менее. Утверждение проекта и экспертиза проекта вам будет гораздо дольше проходить. Вот, вам достаточно предоставить документы, подтверждающие ваши права на земельный участок и схему расположения, собственно говоря, вот этого жилого дома на этом земельном участке. При этом органы исполнительной власти ответственны за выдачу разрешения на строительство, не вправе требовать иные документы от вас. Вот. Поэтому, ну, здесь несколько проще. Ну, вот смотрите, у меня сразу такой вопрос возникает. Государственная экспертиза. Вы абсолютно правильно сказали, что если застройщик строит много домов и сначала оформляет право собственности на себя, а потом уже готовый передает покупателю, то в этой ситуации для получения разрешения на строительство, по сути, поселка там уже на много домов выдается, да, такое разрешение, или очереди в поселок, не обязательно на весь поселок, в зависимости уже от внутреннего устройства этого строительства и плана, но его проект в конце концов проходит эту государственную экспертизу, да, и определенная доля ответственности уже находится на серьезных проектных учреждениях, правильно? А когда мы все это принимаем на себя, проект нам, по сути, особо-то не нужен, по крайней мере, проект нужен, ладно, но нам не нужна государственная экспертиза, то есть нам любой человек при предоставлении определенных документов, что он действительно проектировщик, там все что угодно может нарисовать, и мы скажем, вот проект и проверить, это никто не может. Соответственно, что у нас за проект? Как он будет реализован? Это уже вопрос к качеству строительства, но изначально это нормальный ли, безопасный ли проект, вот в этой ситуации получается, что у нас несет на себе покупатель, правильно? Приобретая жилье и получая, неважно сам или даже пусть застройщик по доверенности от его имени, массово ходит в стройнадзор соответствующего органа и получает там эти разрешения, но тем не менее ответственность уже на вас. А в случае, когда изначально может быть предварительный договор, но в итоге основной договор купли-продажи и получаете собственность сразу, все-таки ответственность на застройщики. Сталкивались ли вы с какими-то некачественными, скажем так, проектами? Или риск невелик? Риск нет. Риск каждый покупатель, конечно, должен оценивать эти риски и принимать, либо предпринимать какие-то шаги, чтобы нивелировать эти риски, в том числе если приобретает уже готовое жилье, которое покупатель не строил. И всегда есть возможность попросить проект. Всегда есть возможность, получив этот проект, также в независимой экспертизе получить заключение, а соответствует ли этот проект необходимым требованиям. Также можно уже и провести строительную экспертизу своего дома и посмотреть, есть ли там недостатки в соответствии с проектом, ли он построен или нет. Поэтому, ну а недостатки всегда при строительстве, конечно, нельзя говорить о том, что всегда все у нас добросовестно строят и так далее. Другой вопрос, что если ты заключил уже договор купли-продажи дома, все равно в случае, как с любой купли-продажи, в случае передачи вещи некачественной, ты вправе требовать от продавца либо устранения недостатков, либо уменьшить цену. Ну, в общем-то, ты вправе предъявить претензии, во всяком случае, по качеству приобретенной вещи. Алексей, ну вот смотрите, у меня сразу вопрос такой возникает. Если я приобретаю землю и заключаю тут же одновременно договор подряда, почему это делается, чтобы каждый, кто во что гораст, не настроил Шанхай некий, да, если уж коттеджный поселок беспокоится о том, как он будет выглядеть. Но вопрос заключается в том, что ты землю купил ООО, там, номер один, да, допустим, а подрядчиком у тебя будет какая-нибудь компания ООО номер три. И если ты приобрел дом сразу по договору купли-продажи, во-первых, я напомню слушателям, что договор защиты прав потребителей, если это жилой дом для частным лицом непредпринимателем приобретается, распространяется на эти правоотношения, то можно ему выставить какие-то претензии в случае некачественного строительства, и вероятность того, что у застройщика, реального застройщика денежные средства есть, отвечать за свои обязательства гораздо выше, чем вот эта наша условная компания ООО номер три, которую построила, и завтра она исчезла, и мы даже не знаем, где она, кто она, и живой ли у него был директор. По большому счету. Две минуты на новости, и мы возвращаемся в прямой эфир. Мы продолжаем обсуждать тему покупка строящегося жилья. С вами я, Анастасия Брайчева, а у меня в студии эксперт Алексей Козлов, руководитель сектора судебной защиты, партнер юридического бюро Реалекс. Алексей, вот мы с вами начали говорить по поводу строительства индивидуальных жилых домов в коттеджных, например, поселках, и, соответственно, обсуждали, просто для наших слушателей, такую экскурсию немножко на часть назад нашей программы, обсуждали вопрос, когда вы приобретаете землю с подрядом, ну, без подряда, понятно, вы купили землю, вы уже сами перед собой ответственны, либо землю с подрядом, когда это условия приобретения земли в коттеджном поселке, ну, не обязательно коттеджном, они иногда дачные называются, да, но тем не менее, либо когда вы приобретаете уже готовый дом, а перед тем, как приобрести, мы же обсуждаем сегодня строящееся жилье, может, приезжаете, там только земельный участок и есть, даже еще котлована нету или фундамента нету, в зависимости от того, каким образом все это строится, и мы как раз говорили нашим слушателям о том, что если вы покупаете дом, то требования и претензии по качеству можете предъявить застройщику, который априори все-таки, вероятно, более финансово может быть обеспечен, продавая вот такого рода жилье, чем какая-то другая компания, чаще всего может быть специально созданная для этих целей, да, которая также потом будет забыта, а у вас, например, может через полгода трещина пойти где-то или, ну, через какой-то период времени, то есть просто более, на мой взгляд, рискованная покупка, хотя она закону не противоречит, вот в таком вот стиле, когда вы приобретаете землю и одновременно подписываете договор подряда, и более того, как правило, не предоставляется выбор, с кем вы будете подписывать договор подряда, потому что заранее известна стоимость уже рассчитана от итоговой стоимости объекта и так далее за вот эти вот работы по строительству. А у меня еще, знаете, какой к вам вопрос? Вот мы говорим о приобретении загородной недвижимости, хотя не только к загороду она относится, это больше оборот. Кстати, нашим слушателям забыла телефон сказать еще раз. Напомню, 65 10 99 и 6, код Москва 495, и также на сайт finam.fm, на страничку программы «Формула права» можно ваш вопрос написать или ваш комментарий, или мнение по теме, которые мы обсуждаем сегодня, покупка строящегося жилья. А я хотела обсудить предварительный договор. Вот очень часто такого рода объекты, и объекты, которые с нарушением 214 ФЗ, продаются, они продаются именно по предварительному договору. Вот как вы оцениваете такую форму покупки, насколько это для человека надежно или ненадежно? Ну и на что обратить внимание, Алексей? Да, Анастасия, совершенно верно, вы заметили, что существует такая схема, как заключение предварительного договора, в соответствии с которым застройщики до сих пор предлагают гражданам приобрести жилье в строящихся объектах. Вот, сразу хочу сказать, что эта схема, ну, можно ее назвать полулегальной, да, несмотря на то, что федеральный закон о строительстве, об участии в долевом строительстве номер 214 ФЗ и предусматривает, устанавливает прямой запрет на привлечение средств граждан не по договору, да, либо по, ну, там есть три схемы, либо же заключение договора долевого участия, либо же участие в жилищно-строительном кооперативе, либо приобретение жилищного сертификата, да. Вот, все иные привлечения средств граждан незаконны, вот. Но, тем не менее, заключение предварительного договора, который предусматривает приобретение, то есть жилья, которое будет у продавца приобретено в будущем, в принципе, не противоречит и соответствует положениям гражданского кодекса Российской Федерации, и здесь, ну, этим пользуются застройщики. Такая схема возможна, но, конечно, существует множество рисков, связанных с участием в заключении такого договора. Ну, допустим, если мы индивидуальный жилой дом в коттеджном поселке, в том же самом, покупаем, там мы 214-й не применяем, да. Мы, собственно, никто не запрещает нам аналогичный договор заключить, но он не будет по смыслу 214-го. И так никто не делает, как правило, да. Соответственно, происходит это чаще всего по каким-то схемам. Даже вот мы сейчас не обсуждаем там, где застройщики нарушают 214-й и иным образом привлекают денежные средства. А когда человек просто другой объект покупает, не многоквартирный дом. И, кстати, на те же самые таунхаусы тоже, как правило, они не по 214-й, но, я говорю, я еще ни разу не встречала в отношении таунхаусов 214-й закон и договор долевого участия в строительстве. Но вот здесь вот именно предварительный договор. Что нужно посмотреть? На что обратить внимание? Я бы основное выделил. Это срок заключения, то есть срок действия предварительного договора. Потому что что из себя представляет предварительный договор? Предварительный договор представляет собой обязательство продавца и покупателя заключить в будущем договор купли-продажи. Основной договор, так называемый. Да. То есть здесь не возникает обязательств по оплате, по передаче вещи. Просто стороны принимают на себя обязательства заключить основной договор. И по общим правилам, которые определены в гражданском кодексе, что если срок заключения основного договора, в данном случае договора купли-продажи, в предварительном договоре не установлен, то предварительный договор действует в течение года. На это многие не обращают внимания. Вы просто не знают, Алексей. Не зная этого, да, а в этом кроется, собственно говоря, вся уловка в данном случае и застройщиков. Потому что застройщики, конечно, принимают деньги по предварительному договору, либо по другим схемам. И когда объект уже построен, во-первых, это не исключает возможности двойной продажи. И во-вторых, в принципе, если срок заключения основного договора истек, у вас нет возможности предъявить претензии и понудить его, заключить этот договор, основной договор, по той цене, которая была установлена. Максимум, что вы можете требовать, это возврата денежных средств. Но срок достаточно большой, если речь идет о строительстве дома. Поэтому сегодня это одни денежные средства, завтра это другой эквивалент. Поэтому этот риск существует, и нужно, конечно, обращать внимание на срок заключения основного договора. Я бы вот в этой связи... Алексей, буквально одну секунду, по поводу срока мы заговорили. Обратила бы... Я тоже согласна, что это один из самых важных моментов. И нашим слушателям хотел бы сказать, что вообще в предварительном договоре обязательно стороны должны обозначить и четко прописать те условия, существенные условия, которые они должны включить в будущем в основной договор. Ну, помимо того, что является предметом этого предварительного договора, в том числе для человека, для лица, который приобретает, это цена, естественно, да. Соответственно, точный, четкий порядок цены должен быть определен. Но и срок. Срок, если не определен, как сказал Алексей, то предварительный договор действует год. Вот какие последствия вообще у предварительного договора? Вот срок истекает, дом не построен, основной договор заключить невозможно, еще нет никакого права собственности, вообще он не введен в эксплуатацию. Соответственно, какие риски? Даже если это был годичный срок, потому что не указан, или это был хоть пятилетний срок, но он был прямо прописан в предварительном договоре. Вот что нужно человеку делать? Ну, все зависит, опять-таки, от условий договора. Вот, опять-таки, в условии договора, когда заключается предварительный договор, может быть предусмотрена ответственность, да, вашего контрагента, который не исполнил свое обязательство, и там не приобрел, не построил дом, не заключил основной договор купли-продажи. Вот, но в данном случае, если такое уже произошло, срок истекает, то и там годичный срок, или в какую сторону установили срок, договор будет считаться продленным, если вы направите своему контрагенту заявление с предложением заключить этот основной договор, тогда договор не будет считаться прекращенным. Это очень важный момент, потому что я в своей практике сталкивалась именно с этим. Ведь, смотрите, у нас здесь комплекс вообще правоотношений возникает. Он связан с тем, что, с одной стороны, мы заключаем некие гражданско-правовые сделки, а с другой стороны, как я уже говорила, если вы для себя, для своих личных бытовых нужд, или для проживания своей семьи, это физическое лицо, ни фирма, ни индивидуальный предприниматель, приобретаете жилое помещение, распространяется закон о защите прав потребителя. И если у нас в предварительном договоре прописан срок, или не прописан, мы его считаем, год, и он нарушается застройщиком, мы, в принципе, можем к нему уже даже по закону о защите прав потребителей предъявлять определенные требования. Нужно написать ту же самую претензию, в зависимости от содержания этой претензии, допустим, 10 дней на то, чтобы он добровольно удовлетворил требования потребителя, он их не удовлетворяет. Дальше у нас идут жуткие процентные санкции, которые идут по закону о защите прав потребителей. Но кроме всего прочего, для того, чтобы не остаться у разбитого корыта, с обязанностью застройщику уже без всякой защиты прав потребителей просто вернуть вам вложенные деньги, даже без процентов, ну, если он быстро вернет, либо проценты только с даты, когда закончил действовать этот договор, то получается история такая. Вот все, у кого есть аналогичный предварительный договор, я предлагаю после программы сегодня посмотреть, какой там срок прописан. И вот в этом сроке, еще как он прописан тоже, но тут вообще отдельный, мне кажется, разговор, может быть, мы сейчас тоже поясним. И в этом сроке, посмотрите, если у вас срок заканчивается, вам нужно телеграммой, заказным письмом с уведомлением вручения и с описью, ценным письмом, как угодно, но обязательно официальным образом, либо приехать к ним и под штамп на втором экземпляре, что они получили, ваши застройщики, ваша другая сторона, это письмо. То, что сказал Алексей, предложение к заключению основного договора, в котором написать буквально там несколько строчек, что в соответствии с заключенным между нами таким-то предварительным договором предлагаю вам в срок до такого числа, как установлено договором, заключить основной договор. Если вы такую бумагу написали, юридически ваш предварительный договор, даже когда срок пройдет и истечет, он не перекратит свое действие. И тогда уже вы все равно, вне зависимости от того, что этот первоначальный срок истек, вы будете иметь право на заключение этого основного договора. Если вы этого не сделаете, если застройщик недобросовестный, то может случиться ситуация, когда застройщик скажет, к сожалению, мы не можем с вами заключить основной договор, потому что сейчас этот объект стоит уже не 10 миллионов, а 15 миллионов. Если вы нам заплатите 15 миллионов, а 10 мы вам вернем. Иногда бывает, что есть другой покупатель на этот объект. Бывает масса разных ситуаций, но вам на законных основаниях могут отказать в заключении основного договора. И это очень важно. А вот еще, Алексей, меня тоже по предварительному договору, тоже по сроку вопрос. Я вот хотела рассказать. Да, наверное, уже знаете, о чем я хочу спросить. Буквально краткий экскурт для наших слушателей. Дело в том, что срок нельзя описать как-нибудь, вот абы как. Он должен быть описан совершенно четко и понятно. Либо это конкретная дата, либо это месяцы, которые от чего-то исчисляются, дни, месяцы, годы, все что угодно, но периоды времени, полугодия, хоть квартал, но это должно быть описано. Либо указание на события, вот это очень важно, которое неизбежно должно наступить. Мы прям хором говорим, потому что я массу моментов встречала. Люди заключают предварительный договор, мы только что сказали, что нужно обратить внимание, что там должен быть срок. Они посмотрели, срок описан. А описан как? Он описан, например, в течение 30 дней из даты получения застройщиком права собственности на объект, в отношении которого заключается этот договор. А у вас вообще есть гарантия, что он когда-нибудь это право собственности получит? Нет. И по сути, вот это условие, хотя вроде бы на взгляд человека, который не является юристом, срок описан, ведь, в общем, понятно, добросовестный застройщик, мы его предполагаем добросовестный, раз мы к нему деньги-то несем, добросовестный застройщик, рано или поздно, конечно, надеемся с соблюдением срока, обязательно построят этот дом, обязательно его зарегистрируют, получат право собственности, в течение 30 дней мы должны будем заключить договор. А что у нас получается? Реально между сторонами по закону срок не установлен вообще, и мы возвращаемся к тому, о чем мы сейчас говорили, да? Год, один год. Поэтому здесь тоже очень важно, когда вы, и если вы заключаете предварительный договор, проверите самые условия о сроке, как они прописаны, и понимать, что даже если вы, например, оставили, мы вам сегодня рассказали, но у вас так в договоре, вы оставили такой пункт, но у вас, когда этот год подходит к концу, не когда он свидетельствовал, год подходит к концу, до истечения этого года, напишите такое письмо. Обязательно напишите, потому что в противном случае в силу закона предварительный договор прекращает действие, и, собственно, вам просто должны вернуть деньги. А дальше уже какая мораль, или насколько добросовестный застройщик, так он и поступит. Другой, в общем, не обратит внимания, или подпишет документы, дополнительные соглашения, о том, чтобы срок был продленный, установлен новый срок. А если недобросовестные или какие-то иные могут быть обстоятельства, то действительно можно оказаться у разбитого корыта, оказаться с теми деньгами, которые человек платил, к примеру, три года назад, сегодня на них уже аналогичный объект не купишь, да еще и эти деньги тоже придется через суд забирать, судиться полгода, а то и дольше, просто для того, чтобы их получить. К сожалению, это у нас сейчас очень распространенная правда. Об этом обязательно поговорим, мы сейчас две минуты выслушаем новости, вернемся в прямой эфир. Итак, мы продолжаем обсуждать покупка строящегося жилья, это тема нашей программы сегодня. Алексей Козлов у меня в студии, руководитель сектора судебной защиты, партнер юридического бюро Реалекс. И вот до перерывного новости мы обсуждали с вами срок. Хотелось бы нашим слушателям напомнить и действительно важность донести, если уж вы заключаете предварительный договор по той или иной причине, ну в частности, его, конечно, нельзя заключать, когда вы покупаете многоквартирный дом, потому что в этой ситуации вы сами себя делаете максимально беззащитными практически, да, и тут уже остается уповать только действительно на добросовестность застройщика, которому вы передали деньги. Но если вы приобретаете тот вид жилья, который не подходит по 214 ФЗ, а под него подходят именно многоквартирные дома, то в данной ситуации достаточно частый способ именно по предварительному договору. Я не могу, честно говоря, от себя, вот Алексея, сказать, что предварительный договор это какая-то криминальная схема, вовсе нет. Надо в каждом отдельном случае смотреть документы, но достаточно часто это абсолютно законный, может быть, договор. Просто нужно проверить, чтобы в нем было записано все, а нашим слушателям мы вот долго пытались донести, что самое главное проверить, во-первых, наличие срока, во-вторых, как он прописан, потому что если там не указана дата или период времени, не определен, днями, месяцами, годами, то должно быть указание на событие, которое обязательно должно произойти. Вот что мы можем сказать обязательно, что после дня наступит ночь, грубо говоря, после ночи день, после зимы весна и так далее. Какие-то вещи, которые не зависят от людей. Когда мы ставим зависимость от того, что зависит от того же самого застройщика, которому вы платите свои деньги, получил он свидетельство, вы оформили, не получил, вы не оформили, вот такие вещи. Построил, не построил. Ну, построил, не построил, к сожалению, мы от этого изначально зависимы. Если покупаем строющееся жилье, и мы хотим просто максимально для себя риски минимизироваться, и в частности, юридические риски, потому что построил, не построил зависит не только от юридических рисков, но и от них в общем и целом тоже. Напомню, телефон студии 65 10 99 и 6 код москвы 495 вы можете позвонить задать нам ваш вопрос либо написать на сайт финам . fm на страничку программу формула права обсуждаем напомню тему покупка строящегося жилья а вот скажите алексей мне бы хотелось ваше мнение услышите нашим слушателям тоже донести а вот какие схемы например вы вообще бы не под каким соусом никогда не рекомендовали даже не вникая в общем и целом уже в содержание документов заключать своим клиентам людям которые к вам обращаться таким вопросом и нашим слушателям тоже сейчас ну так называемая распространенная схема вексельная схема вот когда чем она заключается заключается в том что если речь идет о строящемся жилье вот конечно же заключается она в том что застройщик предлагает подписать опять-таки любой тот же самый там предварительный договор да вот или же ну любой иной договор да так или иначе говорящий том что вот будет строиться жилье вам обязательно передать передадим да вот но мы хотим получить деньги и вы заключаете договор купли-продажи векселя вот по сути дела вы при этой схеме да получаете вексель вот ничем не обусловленное обязательство выплатить вам денежные средства но никак не передать квартиру вот тем более уже определенную квартиру до 100 метров на таком-то этаже и так далее а вообще никак не связанные вещи и в данном случае риск очень велик что когда будет там дом построен да вы не сможете никак потребовать передачи вам квартиры алексей хочу вас перебить потому что у нас я знаю слушатель на линии виктор день добрый слушаем вас здравствуйте вот такой вопрос вот как бы допустим обычному покупателю как-то не обладает даже среди нередичным образованием потому что в рекомендации к алексееву он говорит надо допустим как его рекомендовать как проверять документов есть при стойке если он купил допустим квартиру в стоящемся доме который сдан срок со средним уровнем как говорится качество и тут перед оформлением правособственности выясняется что он оказывается стоит незаконно построен на территории того же города одинцово незаконно построена разрешение то было у него все разрешения необходимые были а по каким образом по какой скажем так уж раз мы используем сегодня это слово схеме вы приобретали по 214 или нет это не приобретал это приобретал но тем не менее даже родственник он он как приобретал по 214 закону или по каким-то иным схемам вы пропадаете мы не можем просто разобрать ваш ответ но можете ответить на этот вопрос или не знаете я не знаю но факт остается фактом что дом построен он же строился не из бухты барахта не просто так вот кто-то пришел какой-то там в машине в состоянии от властей что диматория никто ничего не знал да посредине города одинцово построил на квартирный даже не гражданские правоотношения могут нет ну смотрите виктор что от себя могла бы сказать следующее конечно по каждому такому вопросу всегда нужно смотреть документы и вы правильно говорите алексей я к нему полностью присоединяюсь и поддерживаю что мы говорим сейчас некие общие моменты для наших слушателей для того чтобы в принципе люди когда выбирали себе объект жилья который не хотите хотят приобрести чтобы они хотя бы минимально смотрели что есть документах потому что если вам уже что-то понравилось и вы готовы в принципе вкладывать свои деньги в этот конкретный объект я единственное что могу порекомендовать взять документы с этим документом идти все равно к юристу потому что какие-то запятые мы вам сейчас даже не расскажем а если расскажем то это может и во вред в какой-то ситуации наверное пойти да мы сейчас говорим об общих то есть получается ребенку обывателю деньги перебью в любом случае брать пакет документов и к юристу и без юриста не шагу ну это как рекомендации я не могу на этом настаивать никоим образом но понимаете если вы захотите построить дом к примеру вы пойдете к проектировщику да если вы захотите вылечить какую-то болезнь вы пойдете к медику собственно ну вы можете это и сам сделать но насколько хорошо получится может быть здорово выйдет а может быть и нет просто здесь нет гарантии но тем не менее я еще раз я не призываю это просто моя рекомендации более того личная потому что я понимаю прекрасно что даже в рамках программы даже отвечая сейчас виктор на ваш вопрос я не могу дать абсолютно всех тонкости более того по каждому делу каждое дело индивидуально конечно же в том числе можно защитить давайте вопрос виктор слушаем вас виктор уже не слышно в любом случае а еще раз хотела подчеркнуть что здесь очень четко надо смотреть если было разрешение на строительство что представляли вообще людям которые приобретали понимать что по какой схеме они приобретали то что мы сегодня вот как раз с алексеем обсуждаем если по 214 закону более того было зарегистрировано к примеру потом был каким-то образом я сейчас фантазирую это вообще маловероятная история оспорено то самое разрешение на строительство без которого вообще невозможно 214 по 214 закону заключить договор долевого участия это одна история другая история когда дом построен и по сути он является самовольной постройкой по самовольной постройке у нас 222 насколько я по памяти гражданского кодекса и здесь уже массой историй нужно выяснять что за земельный участок этот дом занимает да первое дальше построен ли он соблюдением строительных норм и правил и всего остального и третье не несет ли он угрозу для жизни людей в том числе для тех кто там рядом находится не упадет ли этот дом для тех кто жить будет и так далее при совокупности при наличии права на земельный участок и при совокупности вот этих всех моментов теоретически в суде можно признать на него право собственности теоретически но вот я хочу я вижу что алексей уже мысли я хочу рассказать остановиться на неком частном случае да который не всегда право на земельный участок у застройщика до гарантирует вам то что вы законно приобретете квартиру потому что опять-таки в области есть такие случаи когда застройщик является собственником земельного участка получает разрешение на строительство индивидуального жилищного дома а по факту строят до многоквартирный дом вот и это будет тоже нарушением законодательства и по сути дела это строение можно будет признать самовольной постройки и снести да и снести и в этом риск конечно есть поэтому почему говорю что не то есть можно прочитать 10 раз документы но не обладая там специальными познаниями да ну нельзя все эти риски сразу нивелировать лучше конечно обратиться к юристу посмотрели документы алексей мы говорили о том что нужно спросить разрешение на строительство сейчас еще один очень важный момент сказали что нужно не только посмотреть что она есть и срок у него не закончился да а нужно посмотреть что разрешено строить это очень важно потому что вот кстати тему которого сейчас затронули у нас очень мало времени хочется еще звоночек выслушать поэтому это как в телеграфном стиле начинаю уже говорить а это строительство вот этих вот на несколько квартир на пять квартир таких вот своеобразных таунхаусов на домах садового точнее сельхоз назначения да и более того очень часто они построены вообще с нарушением всех снипов когда ставится огромная махина целиком на участок и соседи естественно тут же бегут жалуются выясняется что мощности электричества не хватает там воды допустим никакого разрешения нормального нету это же должна быть скважина достаточно глубокая а не та которую разрешено себе ставить на индивидуальных участках канализации и прочее вот здесь вот возникают определенные вопросы в конце концов путем решения судов а уже даже со свидетельствами если люди есть сносят эти постройки такая практика очень распространена сейчас и в том числе в московской области олег у нас я знаю слушатель хочет позвонить есть нам что-то сказать или спросить олег слушаем вас добрый день вопрос касается уже приобретения договора у меня жестка и проблема в том что даже когда дом построен я еще долгое время буду ждать получения в собственности насколько сроки которые это занимает оправданы и потому что обычно занимает полтора года насколько вина в этом строительной компании как эти сроки можно ускорить алика приобретали бы путем участия в жилище-строительном кооперативе да да и дом введен в эксплуатацию ну насколько я знаю да да ну в данном случае просто я то знаю что там какой-то должен быть я не знаю как называется правильно но что типа паспорт который они должны там подписываться пожарников там у всех у всех у всех и подписывают его там чуть ли не год потом передают а уже собственность товарищество жилья за строчку они уже передают там нам в общем занимаются очень большие сроки это так или алексей у нас прям 50 секунд да но это так вот в данном случае если речь идет не об оформлении уже разрешительной документации связано со строительством дома а просто не оформлением жска на себя собственности квартир да и передачу то здесь можно по суду требовать уже признание права собственности фактически вашей если вы полностью выплатили пай если действительно есть доказательства что вы являетесь членом жска данного вот здесь можно обратиться в суд почему уже начинаю перебивать прям секундами измеряется наше время а я хочу сказать что это вообще очень распространенная ситуация и более того иногда застройщики не которые не могут по какой-то причине оформить какую-то документацию они своих клиентов всех наоборот прямо отправляют идите в суд и там оформлять права собственности и вынуждены очень часто суды этим заниматься как всегда у нас не хватило времени в эфире была формула права с вами была я анастасия брачева алексей козлов сегодня рассказываем про покупку строящихся жилья спасибо